Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Ну, во-первых, суть вопроса, она, на мой взгляд, несколько получилась размыта. Вот. То есть, как бы, ну, немножко размыта. Человек пишет о том, что боится впускать людей в свою жизнь, боится впускать людей. Вот. Боится. И боится потерять чувство противоположного пола. Вот. То есть, у него есть такой страх. Ещё человек описывает, что, ну, как бы, вот, бывает, да, бывает такое с ним, что он слишком задумчив, вот, уходит в себя. Вот. Как я понял. Человек уходит в себя. Да. И это, ну, вот, по-видимому, это мешает ему выстраивать как раз-таки отношения с людьми. Вот. Это мешает ему выстраивать отношения с девушками. Отношения с девушками у него, как можно понять из сообщения, да, не получаются. Вот. То есть, отношения с девушками не складываются. Была, значит, первая любовь, вот, которая у него, судя по тому, что мы можем видеть, закончилась достаточно неудачно. Вот. И с тех пор, как бы, вот, присутствуют страхи у человека, ну, у человека присутствуют страхи. Вот. И присутствуют такие, вот, у человека, опять же, ну, сомнения, скажем так. Сомнения в себе. Вот. Сомнения в себе самом. Что здесь, ну, что здесь можно сказать? Первое. Очень сильно, очень сильно, на мой взгляд, чувствуется, очень сильно, на мой взгляд, ощущается, что вы, как будто бы, да, не интересны, вот, вообще, сами себе. Вот. То есть, у меня есть такое ощущение, да, что вы себе, вот, сами, ну, сами себе вы не интересны. Есть у меня такое ощущение. Вот. Понятно, что я могу ошибаться, но вот есть такое ощущение, что сами себе вы не интересны, вот. Есть ощущение, что вы человек, который, ну, вот, знаете как, склонен, так скажем, подавлять, что ли, свои чувства, да, вы человек, который склонен подавлять свои эмоции, вы человек, который склонен в себе сомневаться и так далее. И, в целом, есть ощущение, что вы, ну, вот, в принципе, в принципе, себя, как бы, вот, ну, подавлять. Такое ощущение, такое чувство у меня возникает. Вот. Если я ошибаюсь, да, если я не прав, то, как бы, это другой разговор уже. Это другой разговор, если я не прав, но вот выглядит, выглядит все так. Выглядит так, что у вас нет чёткой модели мужского поведения. Да? То есть, вот, как будто бы, мужская модель поведения у вас отсутствует. Вот. И, конечно же, конечно же, ну, вот, ну, в таком случае, да, мы можем как-то говорить о том, если модель поведения мужская отсутствует, то мы можем, конечно, говорить о том, да, вот, что вам сложно взаимодействовать, ну, с девушкой. Потому что мужской модели поведения нет, и как вести себя, ну, грубо говоря, да, как себя вести, вот, как мне себя вести. Я, ну, вот, как бы, не очень хорошо знаю, да, и не очень хорошо, скажем так, ну, понимаю. Я, ну, опять же, как бы, здесь ситуация, она довольно-таки, ну, понятна, да, вот. То есть, вам тяжело в этом смысле. И, соответственно, мне кажется, мне кажется, что начинать вам нужно именно с этого. Вот. То есть, если вы говорите, что внутренний мир, ну, ваш вот внутренний мир, он богатый, да? Если вы говорите о том, что, ну, вот, как бы, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Уходите, то вам эту историю свою, мне кажется, нужно развивать. То есть, мне кажется, что нужно развивать то, что вы имеете такой богатый мир свой. Вот.... Потому что, ну, а, это ваше, условно говоря, вот, достоинство. То есть, это ваше, а-а-а... пока, вот, я бы сказал... ну. А-а-а... отличительное особенность, да? Это ваша, такая вот уникальная, можно сказать, а-а-а-а-аа-а черта... Ваш внутренний мир. Но вы сами его стыдитесь, вы сами его управляете, а он вполне может быть источником для вас, как раз таки, интереса. Я, конечно, сейчас не хочу показаться, условно говоря, каким-то приземлённым, скажем так. Вот. Но, на мой взгляд, если вы не будете интересным для окружающих людей, причём именно людей, а не девушек, то есть вы вот, по моему мнению, да, вы несколько идеализируете девушек, то есть вы их, ну, вы фиксируетесь на них. Вот. Вы не станете интересны людям, если не будете воспитывать в себе, или, может быть, даже как-то вот, ну, правильнее сказать, взращивать в себе то, что является вашим внутренним миром. Вот. То есть, ну, людям нужно что-то демонстрировать, а вы, условно говоря, этого, ну, стыдитесь. То есть, вы стыдитесь, вот в этом смысле, сами себя. Вот. И, как бы, конечно, вам очень-очень-очень-очень получается, ну, тяжело. Да? Вот. То есть, тут, как бы, ничего, вот в этом смысле вообще необычного нет. Поэтому я думаю, что ваша задача заключается как раз в том, вот то, что может, то, что может сделать, сделать, ну, психолог, да, вот. Это помочь вам научить, научить вас взаимодействовать с, вот, собственным, собственным миром. Своим. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Пока этого, ну, не происходит. То есть, пока вам, вот что называется, со своим миром взаимодействовать очень трудно. И, то, что вы называете болезнью своей, вот, вы говорите, да, как это, как это вылечить. Ну, я, конечно, не знаю, но, на мой взгляд, вы не больны. На мой взгляд, вы не больны, чтобы, ну, чтобы вас лечить, да? Вот. То есть, лечение, это, ну, предполагается, что у вас есть, ну, как бы, психическое заболевание. Вот. У меня ощущение, ну, по крайней мере, диагностировать вам психическое заболевание не представляется возможным. Вот. Вот. То есть, нет ощущения, что вы именно больны. Вот. Есть ощущение, что вы, ну, просто, вот, скажем так, да, максимально зажаты. Вот такое ощущение, правда, присутствует. То есть, правда присутствует ощущение, что вы максимально зажаты. Вот. Вот. Но зажатость, это ни в коем случае не заболевание. Вот. То есть, это всё, вот, как бы, здесь, исключительно, на мой взгляд, в рамках, ну, нормы, нормы, пока ещё. То есть, ну, пока, что, на данный момент, это, всё, ээ, в рамках, нормы происходит. У вас. Я бы не сказал, что вы больны. Вот. По-ээ... Поэтому, о-ээ... О, вопрос остаётся актуальным, да, в этом смысле, э-ээ... вы считаете, что вы больны, почему вы считаете, что вас нужно лечить, то есть, если вы считаете как бы, ну, сами, если вы считаете сами, вот, ну, заболеванием, да, то, что, допустим, ну, к примеру, вот, то, что вы описываете, если вы считаете это, ну, заболеванием, то это вопрос, ну, ваших, на мой взгляд, комплексов, в первую очередь, вот, на этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи, обращайтесь за, обращайтесь за помощь, вам эта помощь пригодится, вот, и обратите внимание, пожалуйста, на свои интересы, то есть, обратите, пожалуйста, внимание на то, что вам, в принципе, интересно, вот, то есть, обратите внимание на то, что вас привлекает, потому что, если вы хотите выстраивать отношения с девушками и вообще с людьми глубокие, то, ну, нужно выстраивать их всегда по поводу чего-то, да, то есть, мы не можем выстраивать отношения серьезные, вот, просто так, ты девушка, я мужчина, поэтому мы, как бы будем, ну, в отношениях, вот, понимаете, да, вот, и, наверное, последний момент, мне кажется, что вы фиксируетесь на том, что вас будут любить, вот, как будто вам не хватает любви, вот, из чего такая связь у вас возникает. Удачи вам, всего самого доброго. Спасибо. Спасибо.